А кто тут спит на подоконничке? Всем доброе утро! Все проснулись, кроме Максика. А, Максик, пора вставать? Ой, скажи, мне так лень, я бы еще спал. Да, Максиня? У нас сегодня пасмурно, и Максинька будет, наверное, тут на подоконнике дрыхнуть и дрыхнуть, а? Всем доброе утро, ребята! Мы сейчас хотим съездить в магазин, где на днях брали вещи, лики, все подошло, а Миланке некоторые вещи я бы хотела на размер побольше взять. Так что сейчас съездим, посмотрим, может быть, что-то поменяем, что-то, если, ну, найдем размеры, на размер больше. Мне что-то сегодня голос совсем вообще сел, и трудно говорить даже, так что, в общем, мы едем в магазин. Кто там зевает? Кто проснулся? Миланочка. Мила, давай померим кофточки, какие мы тебе купили, посмотрим. Да? Ликули тоже пришли из магазина. Лика уже одела пижамку, но она померила и решила в ней остаться. А, Милана, ладно. Очень красивая пижамка, Ликуль. Покажи, какая кофточка, сядь, посмотри. Такая футболочка. Миланка. Это что такое? Миланка, не балуйся, у нас дождь пошел. Миланка, давай залазим, померим кофточки, садись на диванчик. Ликули вот такая новая пижамка. Тебе нравится? Да. Мягенькая, классненькая, да? Угу. Шортиками. Давай, Миланка, смотри, какие тебе кофточки новые. Мы поехали вообще-то поменять кофту, там, на одну, одна кофточка, на... Еще рядико. Да. Радуга. Вот эту кофточку мы хотели поменять на больший размер, вот, но ее не было большего размера, я решила оставить этот размер, он, в принципе, ей хорошо, сейчас померим. Радуга. Радуга. Да, это другая, Радуга. Да. Это фатерша или что-то такое? Да, да, да. Нет, это Радуга. Вот эти брючки тоже я думала на размер больше поменять, но тоже не было, я тоже решила их оставить, потому что, в принципе, это все хороший размер, как бы, я просто думала запасиком взять побольше. Взяли еще вот такую пижамку, в садик пригодится на вырост, просто очень хорошего качества эта пижама. Мы, получается, две пижамы взяли, одну взяли 104 на 110, а другую взяли 110 на 116, то есть на размер больше, потому что, ну, она мне очень нравится, классная пижама, и поэтому из той же серии Лики взяли пижамку. А какая у меня вот такая? Вот и болтушка, вот такая кофточка, давай одевать и покажем. Я еще такую. И вот это, ой, вот это вообще такая классная пижама. А мне больше он-то нравится. Вот это такая классная маечка, вообще классная, яркая такая, мне так она понравилась, красивая. Да. Давай померим, давай кофточки? Вот эту. Вот такая вот маечка. Ой, ой, ой. Хорошо, что мы меньше не взяли размерчика, да, Миланочка? Да. Она очень хорошая. Есть еще пони. Есть еще пони, покажи, где пони у тебя еще. Вот она пони. Сейчас мы ее тоже, да, померим, покажем? Я уже не имею такую пони. Да, давай еще эту покажем, да, померим? Вообще, я смотрю, больше даже и не нужно было. Это вот эту маечку я хотела на размер больше, но больше и не нужно, да, Милаш? Да. Она вообще классненькая. Она даже вот смотрю, даже... Милаш, подними ручку. Даже такая вот за пасиком. Так что вообще не нужно. Скажи, мама, ты чего? Зачем мне больше-то? Ой, классная. Майка, мама сама бы такую одела маечку. Классная. Да, Милаш? Это пони или это пони. Так, так, красотки пони у тебя. Теперь на маечках. Давай теперь еще вот эту маечку, да, померим? Я думаю, маленькая. Маленькая? Нет, она не маленькая, дитинка. Давай померим. Как тебе такая маечка? Красивая тоже. Лайк, да? Очень классная такая маечка. Здесь такой валанчик. А ну-ка повернись, нам задом покажи. А здесь такая она вот обычненькая маечка. Тоже больше ей не нужно. Ой, как красиво цветочки такие, да? Да. Брючки Миланка не хочет мерить? Или померишь? Не хочешь? Брючки тоже классно смотрятся. И из такой же ткани у нас же есть вот этот комбинезончик с шортиками. Миланка тоже не хочет мерить. Да, тут такие штучки. Здорово все, да, Миланка? Да. Я варю борщ зеленый. Да, пойдем, Милаш, я тебе сейчас виноградик помолю. Куля уже покушала, пока ты спала виноградик. Арбузик. Сейчас будем арбузик. Мы сегодня первый раз купили арбуз. Сейчас будем пробовать. Папа наш попробовал арбуз. Мы же выжидаем час. Реакцию. Да, реакцию. Потому что нас напугали, что везде показывают, что сейчас опасно арбузы покупать еще. Но нам он так понравился. Мы когда разрезали арбуз, он такой классный, красный запах, ароматный вообще просто. Просто сказка, идеал арбуза. Но мы с Ликой выжидаем. И Милан, ну Милан только проснулась как бы, а мы с Ликой выжидаем. Сейчас не кушали арбуз. Ну вот уже сейчас минут 10-15. Если все так же в порядке, живот папы не разболится, то мы будем кушать сейчас с Ликой тоже арбузик. Да, Ликой? Да. Вот, купили вкусный виноградик, Ликой я уже покушала, пока Милашка спала. Я сейчас еще хочу сделать сырники и, в общем, сейчас пойдем пить час, Лика, да, Лика? Сейчас я буду. Ну ты будешь арбуз, нет, уже попробую. Но арбуз еще 15 минут. Да, ты уже говоришь 30 минут, говорила. Нет, ты почему только что говоришь 15 минут. Я вот засекла. Ждем. Ждем реакции. Ты говорила в полчетвертого часа. Сейчас уже без 10-4. Я решила до 4. Осталось всего 11 минут. Девять. Девять? Девять. Жди. Девять. Время пошло. Наш первый арбуз в этом году. Купили первый раз арбуз, пробуем. Вроде все в порядке, Лика, можно пробовать. Говори, какой он на вкус. Папа сказал, что сладкий. Тебе нельзя. Нельзя? Слишком сладкий. Кто на диете, тому нельзя. Ну говори же. Обалденный. Вкусный? Все, я тоже хочу. Такой запах арбуза стоит. А, кого тебе нельзя? Да, да, да. Смотри, плюс сахар. Ой, класс вообще. Да, классный арбуз. Все. Всем приятного аппетита. Лика тут не может. Даже слово сказать. Миланка уже отправилась спать. А мы с Ликой, сейчас будем досматривать фильм. С ней в обед начали смотреть и не досмотрели. Алирга, олигарх. Фильм называется «Олигарх и простая девушка». Ну, это мелодрама. Да, Лика любит мелодраму. И я люблю. И мы сейчас не остались одни. Тишина. Милана спит. Вот. И мы сейчас будем кушать. Помыли вот червешинку. И сейчас покажу. Видите, какая черешинка. Крупная, вкусная. Так что будем сейчас кушать черешню. Я буду кушать. Да, Лика будет кушать черешню. И будем смотреть не фильм. Вот. А еще Лика там смотрит в компьютере на свой канал. Кое-что очень интересное. Вот. У нее есть такая небольшая задумка. И сегодня как раз, кстати, в комментариях одна девочка тоже написала. Как раз предложила эту идею. Или какая-то надо же. Я еще думала, интересно будет это или нет. И тут поддержали. Как раз там лайки поставили. В общем, поддержали эту тему. Так что Лика сейчас работает над этим видео. Так что скоро увидите на Ликином канале эту интересную задумку. Думаем, будет интересно. Тоже включила? Ты болтай, болтай. Ты болтай, болтай. Я сейчас пропущу всю Суть и будем заново смотреть. Давай уже сейчас. Нам еще осталось смотреть. Сколько? А, ну, нормально. Сейчас только полдесятого как раз. Досмотрим фильмы и тоже пойдем спать. Я уже все убралась на кухне. Ну, так что. Досмотрим сейчас фильм. Уже отвлеклась. Нажми паузу. Так что сейчас досмотрим с Ликой фильмы. Будем тоже отдыхать уже. Будем спать. А у вас там еще интересные такие фильмы. Вот смотри. Ну, это может быть. Да. Лика меня блатуют на то, чтобы после этого фильма еще посмотреть один. Но нет, Лика, нет. Мы поздно очень. Инвест олигарх. Это выбирай на завтра. Завтра мы будем. Где мой папа? Все. В общем, ребята, на этом наш лог сегодня закончен. Мы с Ликой смотрим фильм. И ложимся спать. Кстати, сейчас я буду смотреть фильмы, монтировать видео заодно. Так что всем спокойной ночи. И заходите завтра на наш канал. И всем пока-пока. Пока-пока.